МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карачаево-Черкесский региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства, работа России, время, возможностей объединился искателей и работодателей из разных отраслей экономики. Мероприятие состоялось во Дворце культуры Черкеска. Гостями ярмарки стали не только безработные, но и те, кто хочет сменить место работы, а также выпускники, колледжи и старшеклассники. Какие из вакансий лидировали на ярмарке и на какой размер оплаты труда могут рассчитывать потенциальные кандидаты? Уже со Дворца культуры Черкеска развернулись информационные стенды. Они предназначались для старшеклассников. В них содержалась информация об учебной базе республики. Акцент был сделан по наиболее востребованным специалистам в регионе профессии. Еще до официального открытия у некоторых стендов и павильонов, где представлены крупные предприятия республики, успели вырасти очереди. Денислан Чачаев в начале жизненного пути, несмотря на свой возраст, понимает, что легких денег не бывает. Учится в лицее на электротехнике и уже хочет устроиться на работу. Готов обучаться любому делу. Мне сказали, что тут можно приобрести вакансию какую-нибудь, узнать обо всем, что-то как. Я пришел сюда, чтобы найти себе работу. По электротехнической части особенно. Я нашел вакансию. Без опыта можно. Без опыта работы 30 тысяч в месяц. Не знаю, пока что понравилось. Денислану предложили работу в Рубском горно-обогатительном комбинате. 30 тысяч рублей – это старт. Причем как в вакансиях, так и по зарплате с большими доходами компания занимает одно из лидирующих мест. Вакансии представлены как для проживающих постоянно в Рубском районе, так и для желающих работать вахтовым методом. Средняя заработная плата представляет от 50 до 150-160 тысяч рублей в зависимости от категории, квалификации, направления, специализации и так далее. На региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства работы России «Время возможностей» можно было найти работу как без опыта работы, так и тем, кто имеют за плечами не один десяток лет трудового стажа. Одно из старинных предприятий «Черкесска Холодмаш» тоже принял участие в ярмарке. Планируется восстановить литейное производство. И уже нашли опытного специалиста в лице Юрия Зайчука. За его плечами 42 года работы инженера-литейщика. Работал и мастером, и технологом, и начальником смены работал в свое время. А сейчас сложно вообще найти работу? Ну, смотря что искать. И то, что предлагают сейчас зарплаты, не очень. В основном везде идет минималка. А зарплата какая? Ну, обещают от 30. Вас устраивает? Ну, пока, да. Для всех гостей была предоставлена обширная информационно-консультационная программа. Соискатели получили возможность встретиться и пообщаться с широким кругом работодателей. От имени главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова всех участников ярмарки приветствовала заместителя председателя правительства республики Ирина Гербекова. Она напомнила, что этот год объявлен Годом промышленности. И в этом направлении тоже была представлена информация. В ближайшее время начнет свою работу фонд поддержки ветеранов СВО. Те наши защитники Отечества, которые сегодня там находятся, которые уже вернулись, будут тоже поддержаны большой государственной программой. Они сами, их семьи. Список участников работодателей вообще был впечатляющим. Около 30 предприятий были представлены вакансии в различных отраслях экономики, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, а также в сфере туризма и здравоохранения. Была организована зона для работы с посетителями мероприятия, вплоть до концертной программы, что обеспечило всем гостям ярмарки праздничное настроение. Предложила ряд вакансий на ярмарке предприятие «Кавказцемент». Оно давно зарекомендовало себя как надежный работодатель. Предприятие имеет почти полувековую историю. Здесь работают с семьями, целыми династиями. Надежность, стабильность и выполнение всех социальных гарантий. В этом я убедилась накануне. В печи 1500 градусов впечатляет. Эффект от увиденного несомненный. Но нужно внимание и соблюдение техники безопасности. Это не обсуждается, говорит Кемал Карабашев. Он начальник цеха помола цемента. Устроился на «Кавказцемент» слесарем-ремонтником. Через полгода перевели на другую должность. Затем шаг за шагом, видя трудолюбие, давали шанс на более ответственной работе. Он не подводил. У меня был руководитель Соколов Олег Владимирович, который, так скажем, меня отдал в Белгород на обучение технологам. Я поступил в ВУЗ, не жалею об этом. Затучился опять лет, после чего приехал обратно. Могу реализовать все свои идеи, любые возможности. Поддержка специалистов – это часть кадровой политики холдинга «Цемрос». Он является одним из лидеров цементной одрасли России. Завод «Кавказцемент» в нашей республике входит в этот холдинг. Для мотивации сотрудников организуются масштабные курсы обучения, тренинги, стажировки, конкурсы. Действуют программы материальной помощи и поощрений, ежегодные корпоративные программы отдыха детей в летних лагерях и другие меры поддержки сотрудников, что дает дополнительный стимул к профессиональному росту, говорит Кемал Карабашев. Идет полный соцпакет. У нас и больничные, и опусные. То есть у нас есть все. Есть столовая, есть дотации на питание получается. Кормят шикарно. Есть фельдшерское отделение. То есть мы приходим в любое время. Головная боль, порезы, ушибы, ну всякая боль, потому что это производство. Так помогают во всем. В Черкесске состоялась традиционная весенняя ярмарка. Она организована Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством промышленности, энергетики и транспорта республики по поручению главы Карачаева Черкесии. Ярмарку провели в целях обеспечения жителей качественной продукции по ценам ниже рыночных. Напрямую от производителей. Алла Качиева с подробностями. Впервые сельскохозяйственная весенняя ярмарка проходит на территории торгового центра «Лента». Свою продукцию представили 120 сельхозтоваропроизводителей Северного Кавказа. И причем по ценам ниже рыночных на 15-20%. Ведь для многих ярмарка – это место, где с выгодой можно закупить сельскохозяйственную продукцию, для других же наоборот – продать излишки с личного подсобного хозяйства. Поехали к вам в Черкесную ярмарку и всегда рады. Приезжаем каждые полгода к каждую ярмарку. Всегда хорошая торговля и доброжелательные люди. Спасибо, что проводите. А вы откуда приехали? И что у вас в ассортименте? В ассортименте рыба, свежая, копченая, вяленая и мясная продукция, тоже копченая, вяленая. В целом ассортимент ярмарки был невероятно широк. Напрямую от производителей на ярмарку привезли мясную и молочную продукцию, овощи и фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия. Также здесь можно было купить мед, рыбу, промышленные товары, сельскохозяйственный инвентарь. Разнообразными были ряды с посадочными материалами. Семена, цветы, ягодные и декоративные культуры, саженцы плодовых деревьев и кустарников. Устраивает, всё устраивает. Цены очень дешёвые. Мы вами очень довольны. Набрала всё. А что вы купили, приобрели? И сыр купила, и сметану купила, и масло купила, и халвы купила. Молочная продукция и не только представлена на ярмарке инициативной группой «За наших». Сегодня у нас молочные продукты, хычины, как всегда, и сладости, тоже приготовленные дома, руками наших активисток. Марина рассказывает, что все вырученные средства будут направлены в помощь военнослужащим в зоне СВО. Министр сельского хозяйства Карачева-Черкесия Анзур Баташев и исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта республики Мурат Гапов лично осмотрели представленную на ярмарке продукцию. Они пообщались с товаропроизводителями и убедились, что все они соблюдают низкую ценовую политику. «Подойдите, пожалуйста, гигнятину попробуйте». Министры поприветствовали и поблагодарили всех участников ярмарки от имени главы Карачева-Черкесии, по чьей инициативе и было проведено мероприятие. А самые активные участники были отмечены благодарственными письмами и грамотами. «Сегодня для вас открыты все двери на рынке России. Сегодня вы сможете заменить импортные товары с нашими товарами. У вас это получится. А наша задача – поддерживать вас с различными программами. Развивайтесь». Ярмарка сопровождалась выступлениями творческих коллективов республики, а также мастер-классами по выпечке и изготовлению сыра. Артисты подготовили яркую и по-настоящему праздничную программу для жителей республики, посетивших мероприятие. Как говорится, все остались довольны. «Очень приятная обстановка. Ярмарка шикарная. Продукты шикарные. Хорошие цены. Все нравится. Всего полно, всего достаточно. Хорошо». «А что вы приобрели? Не секрет. Я приобрела красную рыбу. Приобрела зеленый чай. Деревья. Очень нравится». Производство текстиля Корчаева-Черкесии не уступает зарубежным брендам. В этом убедились участники международной выставки «Меха и кожи. Мягкое золото России». Она состоялась в Пятигорске. Пять предпринимателей из республики приняли участие в ней. Фатима Эбзеева – одна из них. Ее производство находится на пути становления. Есть успехи и проблемы. Но предприниматель не сдается. Помогает Фатиме трудолюбие. Какие планы в реализации бизнес-идеи и что дает участие в выставках? Мы сейчас узнаем. «Эти шлемики очень-очень хорошо работают по зиме. Здесь представлен не весь ассортимент. Скажем так, тут, можно сказать, одна пятая того, что мы делаем». Любая работа начинается с мечты, рассказывает Фатима Эбзеева. Масштабным производством головных уборов занимается последние три года. Старается предложить потребителям сбалансированную коллекцию модной продукции, учитывая цветы и моду сезона. «Несмотря на то, что у нас только наступило лето, мы уже подготовили зимнюю коллекцию, чтобы вовремя успеть сделать рассылку клиентам и получить заказы, чтобы поработать в объеме. В этом году очень хорошо работает цвет зеленое яблоко, пудровый цвет». Поездка на международную выставку дала Фатиме возможность не только представить свою продукцию, но и найти покупателей. «Менялись данными пять клиентов совершенно с разных. Казахстан был, Беларусь и Москва, Подмосковье и Киров, по-моему. Мы сейчас обрабатываем все эти данные». «То есть у вас в планах продукция на экспорт в ближнее зарубежье, а есть ли мечта, планы освоить Европу?» «Почему нет? Мечты всегда должны идти впереди». На тематической международной выставке «Меха и кожа. Мягкое золото России» наши предприниматели были достойно представлены, рассказывает Фатима. Коллективный стенд помог разместить Центр «Мой бизнес» Корчаева Черкесии при поддержке регионального министерства экономического развития. Они же и организовали поездку. Свою продукцию на выставке представили предприниматели региона, работающие в сфере текстильной и легкой промышленности. В рамках мероприятия всем производителям представилась возможность получить заказы на год вперед. Заключили контракты на выгодных условиях, так как качество наших товаров высокое. «Вы знаете, в соотношении качества-цена, я думаю, наши товары, если не лучше многих фабричных производств, про Китай и другие страны молчу, мы, скажем так, их переплюнули в качестве. Мы делаем более, как вам сказать, доступную версию дорогих головных уборов. То есть, если мамочка не может пойти купить в магазин за 5000 шапку, у нас эта шапка практически того же качества представлена рублей за 200». Для построения успешного бизнеса и расширения клиентской базы одной мечты мало, говорит Фатима. Для этого дела необходима правильная работа с клиентами, помощь единомышленников, обмен опытом и самое главное – производство качественного товара. В целом, бизнес с друзьями – это очень выгодная история. В итоге получается играть ценой, отчего закупочная стоимость товара будет выгодна всем участникам сделки. «В выборе моего направления деятельности и вообще в работе помогают очень советы моих близких друзей, которые уже как бы мастодонты в этом бизнесе. В частности, Медина Тамбиева, моя подруга близкая, она мне очень-очень много дала советов, дельных советов. Мы с ней неоднократно ездили на выставки, мы с ней были в Москве. И вот буквально недавно мы с ней были на выставке «Мягкое золото», международной выставке». В будущем Фатима планирует заняться производством для самых маленьких. «Картинки ярче, все интереснее, да, всякие ушки, рожки всякие. Хочется и вот в эту стезю войти. Вы знаете, я очень-очень как бы хотела дорасти до такого уровня, когда я смогла бы создать рабочие места для социально слабого контингента, чтобы у них были комфортные условия труда, получали достойную зарплату». После долгого общения удалось узнать еще об одной мечте предпринимателя. Фатима нехотя, но поделилась с нами об организации благотворительности нуждающимся. «Вы знаете, плох тот предприниматель, который не стремится получить прибыль, да, однозначно. Мне важно, как вам сказать, мне важно дать как можно большему количеству людей возможность спокойно, достойно зарабатывать, не искать где-то заработков там в Москве, под Москвой не выезжать, а именно здесь, на нашей родине, в нашем городе найти достойную работу, которая вовремя оплачивается, достойно отношения к себе. То есть мне хочется помогать людям, не просто получать прибыль. Я сторонник того, чтобы делать добро всем». Такое отражение экономическая действительность Карачаева-Черкесии нашла в нашем выпуске. Пускай все у вас в жизни множится и растет. Прибыль, успехи, здоровье и доход. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok